На Карповском мосту, там неуправляемый масс, смяло более двух десятков машин. У грузовика на спуске отказали тормоза, от удара машины разлетались на несколько метров. Ехали мы по среднему ряду, смотрю, у меня зеркало сшибают, вот эта газель в кран, и фура дальше пролетает, собирает всех подряд. Она пролетела прямо без тормозов, по-моему. Только хотел перестроиться вправо, в зеркало посмотрел, смотрю, какая-то белая, что-то там полетела, затрещала. Только уже смотрю, с правой стороны фура соскребает, машина нанесется, вообще жуткая была. Там водитель или уснул, не знаю, что, он даже тормозить не пытался, непонятно вообще, что было. Я думаю, километров шестьдесят он шел, уже с машинами, со всеми. Я еще в машине сидел, я видел, что он перед собой еще сгребает. Вот, то есть он и за мной сгреб, и передо мной. Синий или автобус, или что-то перед собой вез, вот, собственно говоря, меня этой, вот, меня, или газель, да, меня вот этим вот автомобилем и задело. И вдруг чувствую удар, и метров, наверное, двести-триста протащил, он всех нас досюда. Здесь женщина сидела, полная такая. Вот, мы ее еле вытащили отсюда, вот, монтажками всеми, выдирали. Кое-как выдали оттуда, я не знаю, как она осталась живая. Мы ее погрузили на носилки, скоро увезла ее. А водители тоже вытащили, водитель ходил, он нормальный был. Правда, трясло его всего, но он нормально, он ходил. Вы башки остались живы. Водитель МАЗа, закончились тормоза у него, он говорит, и всех собрал. Пробка была, то есть все ехали тихо, спокойно, 5-7 километров в час было, не более. На мелках там закончились тормоза, так он всех протащил до сюда. В общей сложности в данном дорожно-транспортном происшествии 23 единицы. Я не знаю, куда летел, как бы с тормозов ездить, я не знаю. Значит, партия выпускает, следят. Ну, водитель с Астрахани, как бы говорит, всю дорогу проехал, все нормально, машина исправна у него была. Ну, вы считаете, что виноваты? Конечно, виноваты. Начал тормозить, а он идет, идет. Главное, все живые. С таким количеством транспорта, ДТП, да, первое, наверное. Обычно, как правило, там, ну, 5-6-7 единиц. Ну, чтобы так вот, 23, конечно. Место такое. Видимо, нехорошее. Ну, сейчас в рамках административного расследования возбудим дело, проведем расследование. И дальше, в зависимости от того, телесные повреждения у, значит, гражданки, которую доставили, будет решаться вопрос, в какой мере будем там, в административную, либо уголовную ответственностью будем проведать. Кстати, по официальной версии, которая была выдвинута сегодня, водитель МАЗа, скорее всего, долгое время ехал по спуску на нейтральной передаче. Это и могло стать причиной отказа тормозов. Продолжение следует...